Минимум в 20 регионах страны проснулись клещи. Случилось это и на Алтае. По данным СМИ, жители республики уже встречали членистоногих. Наш край по статистике самый эндемичный регион по числу обращений населения и по доле выявления случаев укусов инфицированных клещей. Будут ли в новом сезоне 24 года клещи столь же активны, как и в прошлом? И какой способ профилактики все же самый надежный? Об этом мы не только поговорим сегодня в студии с гостями Еленой Черкашиной, главным специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, и Светланой Тымко, энтомологом Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Елена Николаевна, наверное, с вас начну. Сказала я уже, что в Горном клещи проснулись. И вообще, когда по традиции они просыпаются, потому что в прошлом году, как мне кажется, данные такие были уже точно в середине марта. Может, я ошибаюсь? В прошлом году у нас были первые случаи присасывания клещей, зарегистрированы 23 марта. То есть это зависит от природных условий. От чего зависит все-таки более раннее или более позднее появление вот этих еще нестоногих? Ну, все зависит на самом деле от природных условий. В этом году погодные условия пока не позволяют выйти клещам из пастилки. Потому что для того, чтобы клещи были активны, должна быть стабильная температура и положительная. Не должна опускаться менее 5 градусов плюс. И также ночные температуры тоже должны быть в таком диапазоне. Только после этого, как установятся стабильные, как появятся хорошие проталины, либо вообще сойдет снег, клещи почувствуют, что могут выйти, тогда и начнется у нас сезон активности клещей. По данным нашим, как мы предполагаем, сезон начнется во второй декаде апреля. А в прошлом году они, как уже Ильин сказал, прям раньше вышли, потому что было теплее получается, да? Да, в прошлом году у нас первые клещи уже появились в первой декаде апреля. Это еще, знаете, зависело от того, что когда уходили клещи в подстилку в прошлом году... А это где-то в дереве? Нет, это большой слой листвы, травы, то есть клещи на зимовку прячутся туда, откладывают там, соответственно, яйца. От этого мы определяем, какое будет потомство в следующем году. Когда они уходили под подстилку, были очень низкие температуры. Земля достаточно сильно промерзла, и снежный покров лег поздно. В связи с этим в этом году снег начинает таять, земля еще достаточно промерзшая, и поэтому нужно более длительное время для того, чтобы клещи вышли. А насколько они будут активны в этом сезоне? Потому что в прошлом году, ну, впрочем, у нас всегда большая активность, высокая, а в прошлом году, мне кажется, они были наиболее активны. Да, в прошлом году они были наиболее активны, потому что клещи цикличны, и как раз-таки в том году у одних из видов иксодовых клещей был пик активности, поэтому было гораздо больше присасываний. В этом году ожидается у нас стабилизация численности клещей, поэтому высокого такого пика активности не будет. Вот вы сейчас назвали какие клещи? Иксодовые у нас, но у нас самые распространенные это два рода, дермоцентр и иксодос, то есть те виды, которые встречаются. А каких больше вообще обычно? Ну, на самом деле их практически одинаково, просто у них по природе разные циклы, то есть кто-то просыпается раньше, кто-то просыпается позже. А кто раньше просыпается? Раньше дермоцентр, это вот сейчас, как только погодные условия позволят, появятся клещи рода дермоцентр. А когда станет еще более теплее, появится род иксодос. Просто у клещей разная цикличность, и есть вот степные и таежные клещи, вот эти, которые иксодос, они таежные клещи, у них другая цикличность, другая сезонность. То есть вот первые выходят дермоцентры степные, потому что наступает вот это раннее оттаивание, они из-под стилки выходят на солнышке быстрее, у них начинается активность. Чуть позже, как сказала Светлана, появляются иксодосы, вот, и у них сезонность вот до середины июля. Потом они уходят в подстилку и тихонечко там себе размножаются. А у дермоцентров появляется второй пик, то есть как бы у них идет другая развитие, осенний пик. И кроме того, они отличаются еще своим внешним видом. То есть дермоцентры, они более крупные, самочки, они такие скромные, у них на спинке, на щитке рисунка особо нет, а мальчики у них очень красивые. У них рисунок на щитке, они такие медлительные, и когда они цепляются к одежде человека, они медленно ползут. А иксодосы, они отличаются своей шустростью. Они, во-первых, очень маленькие, они красненькие и коричневые бывают, но они очень мелкие, они прямо раза в четыре мельче, чем дермоцентры. Вот первый раз, кстати, это слышу, потому что мы так подробно никогда не разговаривали. Ну мы знаем, да, что клещи у нас переносят огромное количество инфекций, год от года все время какие-то новые появляются. Какие уже традиционные и появились ли какие-то новые, Елена Николаевна? Ну традиционно на территории Алтайского края регистрируются случаи заболевания сибирским клещевым ТИФом. Это наиболее многочисленная инфекция, и переносчиками являются как раз вот те самые дермоцентры, степные клещи. Вот, вторым по численности, второй по численности инфекции является эксодовый клещевой боррелиоз, который ранее был на третьем месте, и потом клещевой энцефалит. Энцефалит, то есть не на первом у нас месте? Да, у нас проводится в лабораториях ФБУ в Центре гигиенной эпидемиологии, вот энтомологи проводят сбор клещей и исследуют их на зараженность возбудителями различных клещевых инфекций. Так вот, наиболее зараженные клещи оказались эксодовым боррелиозом, то есть 20% исследованных клещей заражены боррелиями, и только 8% заражены вирусом клещевого энцефалита. А что касается клещевого энцефалита, знаем, что ставят прививки, да, сейчас самое время их ставить или уже поздно? Ну, наиболее эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита являются как раз прививки. Прививки ставят в любое время, в любой сезон, самое главное, это после введения препарата две недели нужно воздержаться от контакта с клещом, то есть не выходить на природу и в те места, где может произойти присасывание. Вот, через две недели формируется уже некоторый иммунитет и уже не так опасно. Ну, а вообще по схеме желательно прививаться, когда клещи уходят на зимовку, то есть это в конце ноября, в декабре первую прививку ставят, потом через 4-5 месяцев ставят вторую, то есть хорошо формируется иммунитет, и потом через год ставят третью прививку и далее ревакцинация один раз в три года. А вот что касается вообще эффективных методов, ну или способов, скажем так, защиты от клещей, ну вот мы сейчас сказали про клещевой энцефалит, а вот от других, что еще эффективно? Ну, остальные инфекции, там стабильно в первую очередь идет личная защита, то есть правильно одеться, использовать репелленты, приезжая домой осматриваться и на природе через каждые 10-15 минут осматривать себя, если есть кто-то рядом, чтобы осматривали. Правильная одежда подразумевает, во-первых, светлые тона, чтобы видно было хорошо клеща, вот, и правильно заправлять одежду, то есть брюки в носки, рубашку в брюки и так далее, по той причине, что клещ идет целенаправленно только вверх. Ну, наверное, к Светлане перейдем, да, обычно в весенний у нас летний период к врачам уже с жалобами на присасывание, несмотря на там вот эту всю профилактику и то, что мы там регулярно говорим, как нужно одеваться, все равно присасывание происходит, с жалобами обращаются, ну, порядка там, ну, по-моему, более 10 тысяч человек, я прочитала. Чаще всего, где они сталкиваются с клещами, это лес все-таки или нет? Да, это чаще всего в лесу, ну, и, конечно же, когда люди выезжают, начинается сезон, снег сошел, люди выезжают жарить шашлыки, отдыхать, гулять в лес, соответственно, они просто их привозят с собой, гуляют с собакой в лесу, где-то не осмотрели ее, привезли в город клеща, привозят цветы оттуда. Выезжая в любой район Алтайского края, есть возможность, что вас укусит клещ, и клещи на территории Алтайского края также заражены клещевым вирусным энцефалитом. А почему они у нас вот именно такие опасные? Как-то есть, ну, почему наш регион такой, где клещи особенно зараженные разными инфекциями? Можно скажу? Да. Дело в том, что клещевой энцефалит был выявлен исторически еще в 20-е годы, и занимались этими группы военных врачей, военврачей, эпидемиологов. И вот это заболевание, клещевой энцефалит, впервые было выявлено на Дальнем Востоке. А когда клещи, вот эти переносчики идут, то они обычно, ареал расширяется, и расширяется он, ну, естественно, в разные стороны. Вот с Дальнего Востока этот ареал этих зараженных клещей, он начал потихонечку продвигаться в сторону Центральной России. Ну, на данный момент наиболее зараженными как раз являются Дальний Восток и вот районы Сибири. То есть Красноярск, Новосибирск, Иркутск, вот Алтайский край, Городный Атай. А там уже дальше, туда в Центральную Россию меньше? Да, там природные условия не всегда позволяют туда распространяться, потому что Центральная Россия, там в основном заболевания эксодовым клещевым боррелиозом. А у нас, так как оно пошло с Дальнего Востока, оно потихонечку сюда расширилось. Алтайский край ранее был в основном до 2000-х годов, в основном сибирский клещевой ТИФ и клещевой энцефалит практически не регистрировался. Но потихоньку со стороны Кемеровской области и Новосибирской области ареал стал продвигаться сюда. В основном у нас были клещи-драмоцентры, вот, и с некоторых пор стали появляться эксодесы. И вот относительно заражения, как раз где заражаются, вот эти эксодовые клещи, они таежные клещи, это на опушках леса, они любят, чтобы было солнышко. А вот драмоцентры, это степные клещи, и поэтому они располагаются в степных зонах, любят места вдоль дорог, вдоль тропинок. Когда вот идем в садоводческие товарищества, это самое то место, где вдоль дорог сидят вот эти клещики. И ждут, так сказать, свою добычу. И ждут, так сказать, у них термопары такие есть, да, на лапках. Они сидят на сухой травке и ждут свою жертву. Это теплокровные животные всевозможные, ну и, соответственно, самое крупное теплокровное животное – это человек. Это человек, да. Мы уже сказали, что первые клещи по прогнозу появятся где-то в середине апреля, нынче, да, я так понимаю, в Алтайском крае, ну пока. А когда ждать в этом году пика активности клещей? Ну вот пик активности у нас ожидается как раз-таки у степного клеща рода дермоцентр. Это будет третья декада апреля. А у таежного клеща род Эксодус, который более такие теплолюбивые, можно сказать, у них ожидается вторая, третья декада мая. Ну, спасибо вам большое. Немножечко, надеюсь, мы предупредили людей, и они будут внимательными проверять себя после того, как они вернутся. Но если вдруг клещ присосался, то срочно, я так понимаю, проверять, снимать себя. Все-таки сейчас еще то самое время, когда можно привиться. Да, тогда вот прививаются люди. Вот сейчас самое безопасное время. Ведь прививка, она хороша именно тем, что ты защищен всегда. Иммуноглобулин ввести можно. Для того, чтобы ввести иммуноглобулин, можно обратиться в страховую компанию. Тебе исследуют клеща. Если клещ заражен, то вводят иммуноглобулин, и как бы количество заболевших сокращается. Но если ты привит, то ты защищен всегда. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня мы говорили о клещах и пике их активности с нашими гостями. Елена Черкашиной, главным специалистом, экспертом отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Светланой Тымко, энтомологом Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Продолжение следует...